Привет всем любителям радио! Сегодня я буду ремонтировать EZU FT-897D, трансивер 2008 года выпуска. Предыстория его такова, что владелец решил самостоятельно поменять фильтры, которые, естественно, зацвели для этого года. Отцветение фильтров характерно, а в итоге обстоятельства сложились так, что неосторожные действия привели к выходу из строя трансивера. При вскрытии я постараюсь объяснить, что произошло, но пока трансивер просто банально не включается. Сейчас я произведу вскрытие трансивера, расскажу, что почему и как, но и постараюсь его отремонтировать. Верхняя крышка снята. Видно, что фильтры были успешно заменены на новые. Ну, собственно говоря, вернемся к причине того, что трансивер остался неработоспособным. Причиной является вот этот шлейф, соединяющий плату PA-Unit и Mine-Unit. Произошло что? То есть блок питания был включен, и в это время владелец вот этот шлейф пытался воткнуть в этот разъем. Шаг там 0,5 миллиметра, очень все тесно. Я не помню сколько, там порядка 30 пинов, кажется, если я не ошибаюсь, в этом шлейфе. Мог произойти элементарный перекос или еще что-то, замыкания какие-то, бросок какой-то тока мог произойти, но одним словом после этого трансивер уже не включился. Я сейчас покажу на схеме, как расположены пины на этом разъеме, чтобы было понятно, что последствия могут быть абсолютно разные, естественно, связанные с питанием. Перед вами PA-Unit. Он находится с нижней стороны трансивера. Вот этот самый шлейф, то есть объект, которым я сейчас буду заниматься. Надо отследить прохождение питания до разъема, отсюда, сюда и через шлейф на Main-Unit. Давайте рассмотрим схему PA-Unit, откуда поступает напряжение питания через этот шлейф. Сам разъем. Я вам покажу, что должно быть, что не должно быть. То есть, середина шлейфа, она обеспечивает подачу питания. Основным питанием является при выключенном трансивере, на включенном блоке питания, ТТ-шина на 12 ножке. 13,8 VUS. Это напряжение подается независимо от того, включена кнопка питания трансивера или выключена. Вот когда уже процессор дает команду на включение главного реле, вот у нас главный реле находится вот здесь. Как только оно включается, уже тогда подаются три сигнала 13,8 V. Запускается трансивер, все работает. Дальше, наша задача теперь посмотреть, приходит ли на 12-й пин разъема 13,8 V сигнал VUS. Он формируется на разъеме питания, вот разъем питания, через диод D3063. Вот через этот диод поступает это напряжение. Естественно, при коммутации на горячие разъемы мог произойти перекос, могло пройти замыкание и этот диод мог просто банально выйти из строя, выйти в обрыв. Сейчас я это проверю обязательно. Для проверки жив ли диод достаточно встать мультиметром на точку, где находится конденсатор C3019 и подать напряжение на трансивер. Вот здесь она находится, самый крайний конденсатор. Так вот, чтобы было видно дисплей и подаю напряжение на трансивер. Как вы можете видеть, диод живой и через него поступает напряжение питания. Так как я шлейф демонтировал, заодно можно сразу провести его диагностику над предмет целостности токопроводящих дорожек. Вспучивание обрывов визуально не видно. Условно будем считать, что шлейф живой. Ну что ж, теперь наш путь лежит на плацово Майн Юнит на систему запуска. Я вернул на место шлейф. Трансивер сейчас со стороны Майн Юнит находится. Моя задача проверить прохождение напряжения 13ВС по шлейфу до системы запуска. Значит смотрите, здесь стоят дроссели, через которые проходит напряжение. Дроссель нас интересующий находится с краю. То есть вот он. Может поближе как-то попробую. Вот он. Итак, я на нём измеряю напряжение. Вот таким образом сажаю вультиметр и включаю источник питания. 2,2 вольта. Сами понимаете, должно быть 13,8. Здесь 2,2. Чтобы исключить выход из строя дорожек, давайте я сейчас покажу вам непосредственно на разъёме на пине. Не очень плохо видно. К сожалению, сейчас я паузу сделаю. Вот так. Точка ТП 10,06 непосредственно на разъёме. Включаем источник питания. Те же самые 2,2 вольта. Что ж, придётся опять переворачивать трансивер и при присоединённом шлейфе измерять напряжение на разъёме, который находится на па-юнит, дабы исключить повреждения шлейфа. Возможно, диод не держит. То есть куча может быть причин абсолютно. Я вернулся к па-юнит. Сейчас я вот так мультиметр подсоединю к пину 13,8 VVS и подам напряжение с блока питания. Как вы видите, 2,2 вольта. Шлейф абсолютно здесь не при чём. И падение напряжения происходит именно вот на этом диоде, который я вам показывал. К сожалению, диод стоит под платой с обратной стороны. Чтобы его проверить со стопроцентной уверенностью, надо полностью снимать па-юнит. Так что не всё так просто. Ну а для того, чтобы уверенность в том, что неисправен диод была стопроцентной, я сейчас отсоединил шлейф и постараюсь эту шину нагрузить небольшим током. Ну, в частности, вот, например, резистором 0,25-200 Омным. Сажусь на точку питания. Вот таким образом. То есть сейчас напряжение через диод поступает, и я относительно земли нащуп 200 Ом резистор подсоединяю. Как вы видите, напряжение падает до 1 вольт. Ну, вывод один, то есть диод неисправен, что надо поднимать всю плату по а-юнит, менять этот диод, а потом уже продолжать работу. Хочу напомнить название диода, которое мы сейчас будем проверять. Это D3063. находится он вот здесь. В принципе, нужно немножечко поближе сделать. Вот таким образом. Вот это диод. Подозрение на которое упало у нас в процессе выявления неисправности. Сейчас я его буду прозванивать. Хочется, чтобы попало в кадр и дисплей мультиметра и сам диод. Итак, щупы. Сначала в прямом направлении будем прозванивать его. Обратите внимание на экран мультиметра. Падение напряжения 0,9 вольт. Прямое падение очень большое. Превышает все допустимые нормы. Это уже косвенно подтверждает о неисправности диода. Давайте в обратную сторону покажу. 1,1 вольта. То есть диод явно неисправен. Подлежит замене. Кстати, пока снял ПА-юнит, есть смысл обновить термопасту. На транзисторах она уже довольно-таки заметно подсохла, потеряла свои свойства. В принципе, пасту я обязательно заменю, пока займусь заменой диоды. Замену диода я произвел. Завод его БАЗ-316 с прямым током 500 мА. Давайте покажу, как он должен звонить, с какое напряжение должно падать на переходе. 0,5-0,6 вольта. Это исправный диод. И заодно, как я уже говорил, очистил корпуса транзисторов и шасси от старой пасты. При сборке нанесу новую. Пока займусь сборкой. После замены диода я выполнил под сбор. Для начала я предлагаю проверить, появилось ли напряжение. После шлейфа включаю источник питания. Отлично. Все в порядке. Теперь можно будет производить включение непосредственно. Сейчас я перефокусируюсь. Сменю ракурс. Вот так, наверное. Итак, нажимаю кнопку включения трансивера. В принципе, трансивер включился. Это уже радует. Я, наверное, сейчас подключу нагрузку, подключу динамик и произведу проверку трансивера на предмет работоспособности. Стал одевать крышку и заметил, что фильтры стоят неправильно. То есть, владелец неправильно их сюда вставил. Хорошо, что он их поставил на цанги, поэтому мне сейчас просто необходимо вытащить их из панелек и поменять местами. Правильно они должны стоять вот так. H, E, G. Вот теперь они стоят правильно и теперь можно закрывать уже верхнюю крышку. Мне остается проверить выходную мощность в соответствии и по чувствительности проверяющим генератором. Итак, 7 МГц, цифровые виды. Подаем сигнал. 100 Вт. Все в порядке. А теперь подсоединю генератор. Теперь все готово, чтобы подать 50 микровольт на вход приемника. И посмотреть, что покажет эсметр. Шкала отмечает уровень S9. Все в порядке. Я подключил к трансивиру антенну. Генератор. Усилитель тоже. Вот, 200. Вот сейчас, в данный момент что-то у меня... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...